Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Кто обязан задекларировать свои доходы и как это сделать без посещения налоговой инспекции? Об этом говорим сегодня. В нашей студии начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования. Страховых взносов Управления Федеральной Налоговой Службы России по Самарской области Елена Данилкина. Мы в прямом эфире. Вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Елена Викторовна. До конца этой кампании этого года остался еще месяц, да? Что нужно за это время успеть сделать и кому обратить на этот срок внимания? Ну, во-первых, хочу сказать, что у нас ежегодно с начала года проводится декларационная кампания. Декларационная кампания – это тот период, в течение которого налогоплательщики, которые обязаны задекларировать доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, по тем доходам, с которых не был удержан налог, от предпринимательской деятельности, полученные в порядке дарения какие-либо объекты, подлежащие декларированию. Соответственно, по таким позициям налогоплательщики имеют обязанность представления деклараций. Соответственно, в 2017 году декларирование будет проводиться по доходам, полученным в 2016 году. И декларации в таком случае при наличии обязанности платящих должен предоставить до 2 мая 2017 года. То есть практически уже три недели, меньше месяца осталось для этого исполнения обязанности. Но вместе с тем, с обязанностями, которые должно исполнить физическое лицо, должно исполнить при получении доходов таких, конечно же, у платежиков еще есть и права. Право на получение разного рода вычетов. Это у нас имущественные вычеты, социальные вычеты. То есть при приобретении жилья, при получении каких-либо платных услуг медицинских, обучения. То есть в таком случае платежик тоже может заявить свои права. И вот по предварительным итогам нашей декларационной кампании 2017 года, уже более 52 тысяч деклараций налогоплательщикам не представлены. При этом более 90% у нас представляют налогоплательщики, которые все-таки хотят заявить свои права для получения вычета и возврата налога на доходы физических лиц. И таких деклараций больше 48 тысяч из 52 представленных. И уже 1,7 млрд заявлено к возврату налогоплательщиками. При этом к уплате заявили налог на доходы физических лиц. Это около 32 миллионов рублей. Ну, все декларации, естественно, у нас проходит камеральный контроль. Проведение этого камерального контроля, так называемых камеральных налоговых проверок, он установлен налоговым кодексом, в течение трех месяцев проводится. И, соответственно, в случае заявленного права налогоплательщикам на имущественный вычет по истечении камеральной проверки, по окончанию камеральной проверки уже производится возврат при отсутствии каких-либо несоответствий, выявленных там нарушений или каких-то сумм, которые плательщик излишне включил себе в вычет. Соответственно, после трехмесячной камеральной проверки будет производиться возврат в течение месяца. То есть, итоговый максимальный срок, в течение которого плательщик может получить вот такой вычет, это у нас по законодательству 4 месяца. Почему я об этом говорю, это плательщики, потому что очень часто задают такие вопросы, что вот я подал декларацию буквально вчера, а прошло 5 дней, да, и мне ничего не вернули. То есть, это производится именно вот в таком режиме. Есть свои сроки определенные. А что еще может послужить основанием, не еще, а просто основанием для отказа в приеме налоговой декларации? Вообще, как все это происходит? Есть какой-то вариант однотипный, да, декларация? Он как-то меняется? Может, какие-то ошибки могут типичные возникнуть? Декларация 3НДФЛ, это вот как раз в этой форме, по этой форме декларации заявляют плательщики и сумму, которую они права свои заявляют, либо обязанность по исчислению налога на доход физических лиц. Эта форма в 2017-2016 год, в которой сейчас они пользуются, она практически не изменилась. Несколько позиций добавилось в соответствии с налоговым кодексом. В соответствии приведены просто номинования какие-то по позициям. Основная форма, она осталась прежней. Эту форму можно получить в налоговом органе, если лично плательщик захочет предоставить ее. Но, конечно же, наиболее удобный вариант – это заполнить эту форму в электронном виде. Форму эту и программку, кстати, электронную можно скачать на сайте фнс.налог.ру, заполнить ее в электронном виде, либо распечатать, лично предоставить, либо отправить по почте. И, конечно же, самый оптимальный вариант и удобный для плательщика – это завести личный кабинет. И, соответственно, через личный кабинет уже с подписью электронной отправить в налоговый орган. При приеме в личном кабинете отобразится факт регистрации декларации этой 3НДФЛ. И далее, когда по истечении определенных сроков регламентных проведения камеральной проверки, соответственно, появится, что камеральная проверка завершена, и далее уже будет производиться возврат. Я напомню телезрителям, что мы в прямом эфире. Телефон 202-11-22. Если у вас есть вопросы по налогам, задавайте. Наш гость вам обязательно ответит. И хотелось бы еще узнать, что еще делает налоговая для того, чтобы информировать как можно больше граждан. Проводят ли какие-то дополнительные мероприятия, еще что-то. Потому что все уже в определенном режиме, и можно вот это основание, что не хватает времени, и вот не плачу налоги, потому что у меня нет времени абсолютно. Что-то где-то. Ну, поэтому вот я еще раз скажу, что, конечно же, мы вот уже не первый год информируем плательщикам о том, что можно открыть личный кабинет налогового плательщика. Это, конечно, первая вот очень удобная позиция, которой можно воспользоваться. Больше 500 тысяч уже жителей Самарской области воспользовались такими услугами, этим сайтом. И, конечно же, для удобства налогоплательщиков у нас в инспекциях территориальных продленный график работы установлен. Каждый вторник и четверг с 9 до 20 часов работают налоговые органы. И вторая и четвертая суббота месяца, она рабочая, с 10 до 15 часов. Ну, кроме того, каждый год в рамках декларационной кампании мы еще организовываем общероссийские дни открытых дверей. Как раз вот 14-15 апреля, на этой неделе получается, как раз будут проведены такие дни открытых дверей. И время работы как раз в эти дни это будет с 15 апреля с 10 до 3, а 14 апреля, так же, как и в продленные дни, с 9 до 20 часов. То есть как раз при посещении инспекции в эти дни у нас большее количество сотрудников будет привлечено именно на эту тематику работы. И, соответственно, можно получить будут какую-то информацию, какие-то вопросы, ну, может быть, даже связанные не только с НДФЛ, но и с имущественными налогами, которые скоро мы вновь опять будем разводить расчеты, начисления за 2016 год. То есть вот в избежание каких-то уже к концу года вопросов можно уже будет их отрешить в эти дни открытых дверей. На что нужно обратить внимание налогоплательщикам? Может быть, что-то новое появилось, о чем можно заявить? Какой-то вот связанный с транспортом или что-то? Да, один момент, который у нас уже для налогоплательщиков может быть использован, это налоговая льгота по транспортному налогу, которая предусматривает освобождение или снижение суммы уплаты по транспортному налогу для тех транспортных средств, которые имеют максимальную массу свыше 12 тонн и занесены в реестр транспортных средств с системой взимания платы, так называемой системой платон. То есть, если по определенному транспортному средству вот такой категории, свыше 12 тонн, может быть освобождение либо в полном размере, если сумма начисленного налога либо равна, либо меньше той суммы, которая уплачена по системе платон, то значит полностью освобождение в отношении этого транспортного средства. Это с какого момента вступит в силу? Это уже вступило, действует, это уже с 2015 года. Потому что все время платон на слуху, что вот очень много как-то каких-то... Это определенные мероприятия, методы предоставления льготу. Сейчас мы уже вот информируем налогоплательщиков и, в общем-то, проводим определенную адресную такую информацию. То есть, у нас мы располагаем сведениями такими, соответственно, адресное информирование будет проводиться налогоплательщикам для того, чтобы они могли заявить такую льготу. И для использования этой льготы физическое лицо предоставляет налоговый орган, в любой налоговый орган, заявление о предоставлении такой льготы и документы, подтверждающие право на эту льготу. Например, информацию о состоянии расчетной записи за соответствующий налоговый период, который распечатан пользователем из своего личного кабинета на сайте платон.ру. То есть, ну, это из один документов. И, соответственно, для того, чтобы получить эту налоговую льготу, конечно же, желательно, чтобы плательщик до 1 мая такую льготу заявил, если имеет право. Потому что уже в конце мая начнется проводиться расчет по имущественным налогам, такими блоками. Поэтому, чтобы попал эта льгота в этом году, соответственно, в этот срок желательно... Вот вы назвали еще одну дату, 2 мая. До нее нужно подать декларацию тем, кто обязан это сделать. А дальше что будет? Вот, не подали бы это. Обязанность, да. Это установленное законодательство обязанность. Дата именно для тех, у кого обязанность существует. Тот, кто хочет права заявить по возврату, да, как я уже сказала, миллиард семьсот практически заявлено уже платежщиками. В прошлом году, кстати, мы возвратили таких имущественных вычетов более 5 миллиардов рублей налоговозврат сделали. Соответственно, до второго, если налогоплательщик не исполнит свою обязанность, соответственно, дальше налоговым органам будут производиться мероприятия налогового контроля. То есть у нас налажен электронный обмен сведениями с структурами, которые осуществляют регистрацию транспортных средств и имущества, квартиры, нежилые объекты, земля. То есть из Росрегестра, из ГИБДД мы получаем сведения о дате возникновения, дате отчуждения объектов. Соответственно, если на данном примере объекты находились в собственности плательщика менее трех лет, то, соответственно, мы будем располагать этими данными, и плательщику будет направляться уведомление о том, что он не исполнил свою обязанность, что ему необходимо приставить декларацию и исчислить налог. Но срок уже уйдет, и, соответственно, законодательству предусмотрено определенное фискальное взыскание. То есть это штрафные санкции за непредставление. И если уже оплаты не будет, то далее уже взыскание будет в принудительном порядке и до службы судебных приставов и ареста имущества в том числе. Вы сказали, что граждане активно пользуются своими правами. А вообще сколько всего существует льгот федерального масштаба, значения? И вот такие категории, как пенсионеры, многодетные семьи, они на что могут претендовать? Ну, в отношении имущественных вычетов по приобретению жилья, здесь категория самого физического лица, она не задействована. У нас этот вычет предусмотрен только в предельном размере, не более 2 миллионов рублей при покупке жилья или земельных участков. То есть это на всех распространяется. А вот с точки зрения начисления имущественных налогов, это вот у нас к имущественным налогам относятся налог на имущество, земельный налог и транспортный налог. То есть, соответственно, по каждому налогу существуют свои льготы. Эти налоги имущественные, они регионального и местного значения, то есть все поступления, плаченные налогоплательщиками по начисленным суммам, они идут в бюджет области Самарской и в бюджет местных органов власти, это в частности земельный налог. Соответственно, по каждому налогу свои льготы. Если взять имущество, то в основном они все, 15 льгот у нас по имуществу установлены, практически все они закреплены, вернее, в общем, это полный объем практически льгот. Законодательство местных органов власти дополнительных льгот в основном не принято по имуществу, могу сказать, только, если только по многодетным семьям, то есть отдельно еще дополнительно принято по некоторым районам Самарской области. Поэтому это закреплено Федеральным законным налоговым кодексом. Для пенсионеров уже второй год, то есть первый раз в 2015 году, сейчас уже за 2016 год. По этому новому перечню будет действовать льгота в отношении одного объекта каждого вида. Одна квартира, один жилой дом, один дачный участок или гараж. Ранее пенсионеры у нас полностью были освобождены, полностью освобождены были по объектам. Теперь вот такая вот социальная, так скажем, льгота, она как-то социализируется в большей степени. Ну и, конечно же, включены в этот перечень и участники Великой Отечественной войны, и инвалиды первой и второй группы, и сотрудники органов МВД. И все это вот носит заявительный характер. Обязательно своих, вот если ты претендуешь на льготу, об этом нужно заявлять. Да, у нас заявление не требуется только в одном случае, это по транспортному налогу от пенсионеров. Заявление не требуется, если он владеет автомобилем, мощностью менее 100 лошадиных сил. И, соответственно, автоматически по достижению пенсионного возраста пенсионеру, владельцу такого автомобиля, будет предоставлена 50% льгота по исчислению транспортного налога. Во всех других случаях обязательно нужно заявление налогоплательщика с приложением документов, подтверждающих льготу. Ну, для пенсионера это пенсионное удостоверение, там, для инвалидов это, опять же, справка об инвалидности установлена. При этом, вот, в данном случае про инвалидность тоже вопросов много возникает. То есть, если у плательщика инвалидность не бессрочно установлена, то, соответственно, по окончании срока плательщик должен вновь предоставить следующий документ о продлении или об изменении. Да, вот это тоже очень важное дополнение. К нам дозвонился телезритель. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Добрый вечер, Светлана Петровна. Я бы хотела уточнить. В прошлом году я обратилась по пункту уплаты налогов за квартиру, и нас не оказалось в базе. Несмотря на то, что мы несколько лет выплачивали налоги за эту квартиру, вот спустя год я узнала, что дом признан аварийным. Обязаны ли мы уплачивать налоги дальше? Спасибо. Дело в том, что налоги, налоги уплачивают собственники объектов собственных, ну, объектов. То есть если у плательщика имеется свидетельство о праве собственности, ну, может быть, и образца до 97-го года, когда у нас еще регистрирующие Росреестры как структуры не было, либо после 97-го года выдается уже свидетельство установленного образца, либо, как сейчас я, насколько владею информацией, сейчас как бы свидетельство на руке не выдается, только вот выписка выдается при необходимости. Вот, ну, то есть в любом случае должна быть регистрация прав на этот объект. Если регистрация прав на этот объект есть, то у плательщика существуют обязанности о уплате налога. Это первый момент. И второй момент, если плательщику не приходит уведомление на уплату налога, то существует обязанность заявить о том, что я владею таким-то объектом уже на протяжении там год или два, и мне не приходят сведения. Тогда уже со стороны налогового органа будут мероприятия проводиться с органами регистрирующими, соответственно, где данные, на основании которых мы должны начислить налог налогоплательщику, потому что именно процедура начисления налогов проводится только на основании сведений, которые передаются регистрирующими органами. Мы не рассчитываем ни кадастровую стоимость, ни ранее, там, иннотрессионную. Эти данные передаются только из регистрирующих органов. Послушаем следующий звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Меня зовут Диана. Мама у меня инвалид второй группы. И постоянно приходит на нее налог на автомобиль, который зарегистрирован на нее. Хорошо. Мощность автомобиля какая? А мощность, подскажите, автомобиля? Мощность старенький автомобиль десятка. То есть я по мощности точно не могу сказать. Но это недорогой автомобиль. И постоянно приходит ей налог. Хотя мы отдали все документы, справочку предоставили. То есть ходила я к руководителю советской налоговой. И до сих пор так ничего нам не поставили ее на учет, что она не должна платить. Ну, в данном случае, могу сказать, если менее 100 лошадиных сил автомобиль, то... Десятки меньше, мне подсказывает режиссер. Скорее всего, да. Менее 100 лошадиных сил, да. То получается, что плательщик должен иметь льготу по уплате транспортного налога. Другой вопрос, что... 279-40-73, можно... 279-40-43. Да. Еще раз может вот... Диана. Зритель, да, позвонить. И тогда мы уже уточним, почему не внесены в базу данные. Да, вот так что, Диана, вот телефон есть. Звоните, пожалуйста. Мы еще принимаем звонки. Наш телефон 202-11-22. До эфира к нам поступил вопрос, требуется ли платить налог с продажи квартиры в собственности уже 5 лет, если купил в этом же году новую квартиру, и стоимость ее больше той, что продал. Ну, здесь, в общем-то, два вопроса уже существуют, потому что две ситуации произошло. И продажа объекта, и покупка нового объекта. По той и другой ситуации кодексом предусмотрены определенные вычеты. Соответственно, менее, менее 5 лет... Почему менее 5 лет? Значит, она приобретена... Была в 2016 году. То есть здесь вот, как бы, моменты, потому что вот именно срок нахождения в собственности, который является предельным для исполнения обязанности предоставления декларации, у нас менее 5 лет при покупке объектов, жилых объектов, приобретенных только с 1 января 2016 года. Все, что приобреталось, покупалось или строилось до 1 января 2016 года, предельный срок нахождения собственности это менее 3 лет. То есть, вот, находится, если более 3 лет в собственности, то, соответственно, обязанности по предоставлению декларации нет. Еще один звонок. Добрый вечер. Представьтесь, задавайте свой вопрос. Алло? Да, дослушаем вас. Меня зовут Алла Викторовна. У меня в собственности две квартиры. Вот в прошлом году я подала документы на уплату налога за 15-й год. Мне пришло, я воплотила. Я каждый год должна подавать документы? Или мне так теперь будут приходить? Я так понимаю, раньше, до того, как вы заявили, что у вас есть собственность эти две квартиры, вам налог не приходил? Нет. Понятно. Ну, то есть, вы исполнили свою обязанность, как раз, которую я говорила, это заявили о владении объектов в случае, когда вам не приходили налоговые уведомления. Соответственно, после занесения в базу вашей информации, ежегодно налоговый орган уже будет самостоятельно исчислять и направлять вам уведомления на уплату этих объектов. Пока будут они у вас в собственности находиться, пока не продадите. А если была квартира в собственности, допустим, 3-4 года, и ничего не приходило, человек решился, заявил об этом, вот за прошедшие 3-4 года он будет платить, ему это насчитают, что он не платил, или есть какие-то, может быть, осложнения? Дело в том, что вот исполнение такой обязанности у нас в течение двух лет, мы говорили неоднократно об этом, было, то есть до 1 января 2017 года, то есть в 15-16 году, физические лица могли, как скажем, самостоятельно заявить об этом, и налог ему тогда в том случае начисляется с даты исполнения такой обязанности, когда с даты заявления, так скажем, такого, и последующие налоговые периоды. То есть если заявление такого не было до 1 января 2017 года, а вот сейчас в 2017 году уже будет такое заявление, то налогоплательщику начислится налог за предшествующие 3 года, предыдущие, то есть по кодексу 3 предшествующие года, и, соответственно, в связи с тем, что он обязанность свою не исполнен, предусмотрен кодексом 20-процентный штраф от суммы исчисленного налога. Понятно. Еще один звонок. Добрый вечер. Представьтесь и задавайте вопрос. Меня зовут Сергей, у меня вопрос. Машина находилась и приобреталась по льготам, как участнику войны, на основании поданных документов по инвалидности. Когда он умер, машина осталась в семье. Должны ли мы платить налог? У меня есть статья из газеты, из «Саматской газеты», в которой написано заместителем прокурора, я сейчас не помню, прокурора, по-моему, о том, что налог можно не платить. Чуть покороче, потому что у нас буквально две минутки остаются. Я стараюсь не желать, надо будет помнить. Все? Я хочу сказать, что еще раз, как бы я уже акцент делала, что платежщиками налога являются собственники объекта. То есть, если машина была собственностью человека, который уже умер, у него, соответственно, есть наследники какие-то, которые пользуются. И, соответственно, транспортное средство должно было быть поставлено на учет уже как наследником. И после вот постановки на учет собственности по наследству переходящего, тогда собственность переходит наследнику, и наследник является с этого момента плательщиком транспортного налога. если автомобиль не оформлен, то, соответственно, ну, может быть, ездить на нем кто-то и будет, но последствия какие будут, я не могу это комментировать. Я вот, например, не очень поняла, проблема-то в чем? Вот эти статьи какие-то там вот что? Ну, вероятно, может быть, собственность не оформили. То есть собственник объекта является плательщиком налога. Да, понятно. И вот отсюда нужно дальше шагать. Спасибо большое за то, что пришли, рассказали такую важную информацию, ответили на мои вопросы, вопросы телезрителей. Спасибо и вам за внимание, активность. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok